Дмитрия Гордона не пустили в Грузию. Я хотел посетить в тюрьме в Руставе Михаила Саакашвили, великого грузинского президента, великого реформатора, который уже 27, наверное, суток там находится. МИД Украины дал официальный запрос в МИД Грузии на то, чтобы мы смогли посетить Михаила Саакашвили. В тюрьме я хотел сделать с ним интервью, увидеть его, обнять. Я думаю, что это и есть единственная причина, по которой меня, человека, который все эти годы является другом Грузии, который неоднократно здесь бывал, не пустили, позорно не пустили в страну. Я считаю, что это решение нанесет вред грузинско-украинским отношениям. Я считаю, что это решение нанесет большой вред доверию между Украиной и Грузией. Я расцениваю это как крупный скандал, и я считаю, что тем больше должна быть помощь мирового сообщества Михаилу Саакашвили. Помимо Гордона в Грузию не пустили украинского адвоката Михаила Саакашвили Евгения Грушевца, руководителя офиса Саакашвили Марию Барабаш и ее заместителя Евгения Сущенко. А уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая все же смогла посетить Михаила Саакашвили, заявила, что за день до этого в аэропорту Тбилиси ее 40 минут допрашивали пограничники, которых интересовало, почему она приехала в Грузию и чем занимается. Отныне все, кто едут в Грузию с целью встретиться с находящимся в тюрьме Саакашвили, это персоны нон-грата. И не важно, что Украина это дружественная для Грузии страна, что во время войны в Абхазии именно украинские добровольцы воевали вместе с грузинами, а украинская власть отправляла самолеты, чтобы спасать грузинских беженцев. Оказывается, если у приезжающих в Грузию граждан Украины неправильные с точки зрения грузинского государства политические взгляды, то их можно просто не впускать в страну. Конечно же, это абсолютно свинское отношение к братской Украине и самый настоящий позор. Зато всякие любители путинского режима по типу Лещенко, Тимати и прочих паразитов, представляющих угрозу национальной безопасности Грузии и своей публичной поддержкой оккупационного режима, спокойно сюда приезжают и никаких вопросов у грузинских властей к ним нет. Ну а про российского депутата Гаврилова, который поддерживал независимость Абхазии и Самачабло, однако был приглашен грузинскими властями в страну и усажен в кресло спикера парламента, я вообще молчу. Если бы не активность гражданского общества, которая выгнала его из Грузии, то кто знает, сколько еще таких Гавриловых начало сюда кататься. Гаврилов, я твою маму ливаю! Видимо, Дмитрий Гордон куда более опасный элемент, чем настоящие враги и вредители, которые публично поддерживают режим, оккупирующий 20% грузинской территории. Напомню, что теперь у меня есть аккаунт на Патреон, потому если вам нравится мое творчество, то вы можете стать одним из спонсоров канала. В данный момент существует несколько уровней поддержки. 2 доллара, 5 долларов, 10 долларов и 20 долларов в месяц. Ссылка на Патреон находится в описании к ролику и в закрепленном комментарии. Большое спасибо за поддержку. А еще напомню, что уже в эту субботу, 30 октября, я собираюсь провести совместный стрим с автором канала «Важнейшие исторические события». Начало в 19.00 по Тбилиси, в 18.00 по Москве. За час до закрытия избирательных участков мы выходим в эфир. Будем обсуждать проведение, итоги и результаты назначенных на 30 октября выборов. А также поговорим о нынешней политической ситуации в Грузии и ответим на ваши вопросы в комментариях. Суббота, 30 октября, 19 часов по Тбилиси, 18 часов по Москве. Обязательно присоединяйтесь, ждем всех. Уже почти месяц третий президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме города Рустави. Недавно ему срочно потребовалось вмешательство реаниматолога, а у тюрьмы, где находится экс-президент, постоянно дежурит машина реанимации. На этой почве врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендовал перевести Саакашвили в клинику гражданского типа. Однако представители власти заявили, что все заключенные должны проходить лечение исключительно в тюремной больнице. Гендиректор оппозиционного телеканала Мтавари заявил, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет так называемый имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили. Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В тюремной больнице это невозможно. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили назвал слова Гварамия очередной грязной провокацией. А отказ переводить Михаила Саакашвили в гражданскую клинику он объяснил тем, что по закону заключенные проходят лечение в тюремной больнице. Гарибашвили сказал, что Саакашвили никогда не будет привилегированным заключенным, добавив при этом, что никто не мешает ему прекратить голодовку. А также, по его утверждению, больница голданской тюрьмы вполне подходит для голодающих и в ней созданы все необходимые условия. Будучи президентом, он думал, что стоял выше закона, поэтому притеснял население, отнимал у людей бизнесы, дома. Его партия и палачи пытали и насиловали людей. Сейчас приехал из-за своей безрассудности и короткости ума и, не просчитав шаги, сел в тюрьму, где будет сидеть долго. Он обманщик и симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Голодающий по своей воле человек будет подчиняться правилам и протоколу администрации тюрьмы. Однако адвокаты третьего президента Грузии, ровно как и народный защитник, считают, что Саакашвили должен находиться в гражданской клинике, ибо тюремная больница не имеет необходимых условий на случай ухудшения его состояния. Например, там нельзя провести магнитное резонансное исследование, компьютерную томографию и дуплексное сканирование, которые могут быть необходимы бывшему президенту в случае ухудшения состояния здоровья. В аппарате народного защитника не исключают, что из тюремной клиники Саакашвили нужно будет периодически переводить в гражданскую. С целью наблюдать за здоровьем третьего президента в Грузию приехали иностранные специалисты, среди которых украинские врачи и врачи из Голландии. По словам адвоката Саакашвили, администрация президента Украины активно подключена к делу. В то же время министр здравоохранения Грузии Екатерина Текарадзе заявляет, что на данном этапе Михаил Саакашвили не нуждается в переводе в гражданскую клинику. При этом она отметила, что тюремная больница удовлетворяет всем требованиям, необходимым Саакашвили. На данном этапе он никак не нуждается в том, чтобы его перевели в другую клинику. Эта больница удовлетворяет всем необходимым для него условиям. В тюрьму Саакашвили посадили 1 октября. За это время в разных городах Грузии проходили протестные акции в его поддержку. Особенно многочисленным вышел митинг на площади свободы, который посетило в районе 50 тысяч человек. Грузинская мечта тоже решила провести предвыборную акцию протеста в центре Тбилиси, которая прошла 27 октября. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Власти не скрывают, что участники митинга получали деньги. Во всяком случае, мэр Тбилиси Каха Каладзе так и сказал, что людям, приезжающим на акцию, выплачивают около 50 лари на еду. Все официально. Сам Михаил Саакашвили отказывается от приема пищи, обещает даже идти до 30 октября и призывает всех прийти на выборы. 30 октября в Грузии пройдет второй тур муниципальных выборов. Проводиться выборы будут в 16 муниципалитетах и 24 избирательных округах. А в пяти крупных городах Грузии, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави состоится второй тур выборов мэров. В случае победы оппозиция обещает сформировать коалиционное правительство. А нынешняя партия власти, грузинская мечта, обещает одержать убедительную победу во втором туре и покончить с национальным движением. Субтитры создавал DimaTorzok